друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие напоминаю вам о том что у меня появился новый обзорный канал который называется галинка малинка 2 обзоры ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях но вы конечно же не забывайте переходите подписываться ну что ж ребята молчок буквально молчание ягня самые настоящие затихарились уральская парочка молчит видосиков нет никаких вы знаете о чем я была подумала я подумала скорее всего сафарик уже на крыльях любви мчицк своей любимой и единственной уралочки домой в россию там где сытно тепло хорошо как говорится и мухи не кусают но насчет мух не знаю что у них там дома может быть и есть мухи знаете вот у лёльки поберухи мух предостаточно в доме поэтому как знать но опять же ребят согласитесь как правило практически каждый день нам сафарик выкладывал какой-то очередной видос из своего дома демонстрировал что же там у них происходит но уралочка что-то вообще молчит ушла как говорится внизу внизу в несознанку вернусь не скоро при всем при этом ее обожатели тоже как-то молчат да да 5-6 дней тому назад задали ей вопрос собственно оля куда вы делись она сказала я немножко приболела обязательно выйду и молчит оля смотрю совсем разленилась работать абсолютно не хочет да то есть жаловаться будем денежек нет реквизиты карт тоже будем выставлять ну так чтобы вы нам подкинули на мукбанги ну а работать мы не хотим а ведь согласитесь ребят но она сидит там нифига не делая по большому счету кто-то конечно скажет да вы что с ума сошли она же там швея мотористка высшей первой категории так далее нет не соглашусь друзья мои по одной простой причине потому что если бы она была действительно настолько знаете востребованная швея она бы это дело не забросила так вот и опять же для нее даже вот то что она шьет это в принципе ее контент согласитесь если бы она шила она бы снимала они могли бы рубить капусту сразу бы на двух каналах могли бы конечно могли но они этого не делают соответственно уралочка просто там лежит отдыхает скорее всего да приходит в себя при всем при этом знаете когда я а меня не было несколько дней я уже называла причину да по которой меня не было я выходила мои зрители знают прекрасно тут же обожатели уралочки приближали ой ее наверное заблочил youtube ой наверное ее заблочил youtube ну что ж обожатели а может быть уралочку заблочил ли на том канале на ютубе как знать а ну в общем как говорится не ройте яму другому сами в нее попадете ну а сафарик молчит ребят я подумала что в принципе все сроки уже вышли но в конце-то концов сафарик совести имей как говорится тебя оля отпустила всего-навсего на две недели улетел сафарик одиннадцатого должен был прилететь через две недели ну край 25 26 число сегодня у нас ребят какое 8 ноября сколько можно торчать в таджикистане как говорится пора уже и честь знать да и вы знаете вот чтобы не говорили про уралочку да относительно того что вот он там значит ее своей родне не показывает да да я согласна но вы знаете он и ей поддакивает когда она говорит что я одна единственная любимая неповторимая он меня любит и обожает он говорит да да так оно и есть то есть получается даже если в его жизни есть две так скажем женщины на его руку и сердце да претендующий то как ни крути он каждой женщине говорит что она единственная любимая неповторимая и другой такой нет ведь смотрите как интересно сафарик снимает сейчас ролики в таджикистане но несмотря на все на это да тут же если какой-то негативный комментарий в их адрес прилетает в этот момент на крыльях любви на крыльях ночи летит тут же уралка и пишет я жена единственная других жен у сафарика не имеется и он кивая да 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 оля у меня единственная вспомните как он кричал ну в общем в принципе здесь все понятно знаете я бы сказала что пальма первенства у вот если выбирать между этих двух жен да между двумя женами но опять же да если между ними выбирать то пальма первенства все таки конечно же принадлежит уралочке уралочка ты будешь женой главной ну потому что так скажем ты более выгодная жена да у которой есть своя недвижимость квартирка мамина квартирка дачка и так далее плюс youtube канал на минуточку для тех кто все таки продолжает говорить о том что нет 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 это детище сафарика нет нет не согласна здесь целиком и полностью хотя сколько людей столько и мнений если бы сафарик вышел и начал изначально мычать так как он мычал на своем на вот этом вот их совместном так скажем канале его бы никто в россии бы даже смотреть по большому счету не стал канал лицо канала это уралочка сафарик вышел исключительно только сейчас когда он придет прилетел в таджикистан и они смекнули что можно бы немножко разнообразить контент да ночью постоянно показывать как они что-то готовят едят или там ходят на рынок раз в две недели да они поняли они посмотрели раз он снял просмотры полетели так скажем вверх да второй раз снял просмотры полетели вверх они поняли что да надо как говорится продолжать снимать я думаю что когда сафарик вернется так скажем куралочки под крылышко снимать будет уже непосредственно сама оля она и есть лицо канала она и готовит как ни крути она делает значительно больше но вы знаете ребят я хочу все-таки зачитать вам комментарии ну видимо защитников я понимаю что это защитник потому что здесь уже идут обвинение в мой адрес как это я посмела затронуть святую пару уралочки и сафарика так вот некий алексей абдоков который сегодня впервые появился на моем канале решил значит оставить свой так скажем след на канале обзоры галинка малинка и написал мне следующее я одну не пойму как это сафарик не работает да он канал ведет уралка сама этого делать не сможет доход он ей приносит это она и ждевенко если бы он работал тем что он умеет он и половину не принесет тех денег что он именно зарабатывает на канале жалко сафарика он прожигает свою молодость с этой бабищей и какое вам дело до его работы рыбка ищет где глубоко а человек где хорошо какое вам дело я понять не могу ну вы знаете алексей абдоков мне хочется немножко шуткануть в начале так скажем моего да вот этого момента так вот и сказать а какое вам дело собственно до нашего дела то есть вы пришли на обзорный канал который делает обзор на сафарика уралочку спросить какое нам дело это очень глупо это все равно что прийти на канал да к спортивному обозревателю спросить а почему ты обозреваешь спорт а не делаешь обзор на какие-то комнатные растения но согласитесь глупо да нам есть дело у нас здесь клуб по интересам мы здесь собрались конкретно с одной и той же целью и мыслью да так вот а что им делать обожателям уралочки здесь если честно я не понимаю так вот я хочу вы знаете разбить пух и прах весь вот этот вот комментарий который поддерживает заметьте не сладкую парочку не волю и сафарика нет поддерживает исключительно только самого сафарика и пишет что нет 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 это оле иждивенко а сафарик это мужчина мечты ну что ж мне хочется сказать во первых алексей абдоков да приехал сафарика коле и живет вместе с ней на ее жилплощади да плюс женился так скажем на ней и остался жить на ее жилплощади хотя сам там абсолютно ничегошеньки не заработал это все ее и неважно кто это заработал и так далее это принадлежит ей уселся он рядом с тетей которая годится ему мамы и тут алис алексей вот этот вот абдоков пишет мне жалко его он молодость прожигает с этой бабищи алексей абдоков дорогой ты наш человек а кто его заставляет сидеть с этой тетей которая ему в мамы годится а чего его жалеть вы же утверждаете что ему уже 40 с лишним лет простите какая уже молодость ну если только вторая как говорится да а что его насильно к этой бабуле привязали к подолу я вообще не понимаю ребят жалеть я понимаю жалеть людей да инвалидов жалеть стариков жалеть тех кто попал в какую-то ужасную ситуацию да бездомных животных бездомных людей я понимаю жалеть но жалеть здорового дядьку который не работает работать не хочет и прибился к тетке ради собственной выгоды да я не понимаю здесь какой смысл для жалости он что уйти от нее не может может в любой момент может к ней вообще не возвращаться но он к ней вернется потому что там сытно тепло и прекрасно да это что касается молодости а какой молодости если нам хомяки уралочки кричат что мы ничего не понимаем ему не 30 лет а ему уже 40 с лишним лет какой молодости они говорят я не знаю так вот друзья мои человек мне пишет какое вам дело youtube это работа он работает он работает на канале я уже сто раз говорила работает там уралочка да он снимает ее ребят снять себя может и она сама вполне предостаточно обучить ее она же выкладывает ролики находясь в россии без него там выложить ролик не составит абсолютно никакого труда покажут тебе не надо говорить что она более бестолковой нежели он все его так скажем способности мы благополучно прекрасно видели да она лицо канала как ни крути так было всегда я думаю что после его возвращения из таджикистана будет то же самое он будет просто за кадром снимать ее а если объяснить пару тройку раз да как это нужно правильно оформлять и делать она все это сделает абсолютно без проблем я в этом кстати даже не сомневаюсь потому что это просто работа одна и та же каждый божий день что касается какое нам дело человек работает а есть большое дело да если человек работает то в таком случае почему людей каждый день в закрепленных комментариях стоит стоит реквизиты карт и люди просят денег почему люди которые якобы работают да позволяют себе просить деньги там 35 тысяч на лекарства хотя они эти деньги вроде как да по словам опять же хомяков уралочки зарабатывают хомяки обожатели а также алис алексей обдоков вы уже определитесь если они зарабатывают то как не стыдно им просить вот такие вот мизерные суммы в 3 в 5 тысяч когда у них есть деньги на машину когда у них все есть да когда они сидят как вы говорите зарабатывают хорошие деньги так зачем они тогда просят у людей на то что они должны себе купить первонаперво у каждого из нас есть свои проблемы в том числе и проблемы со здоровьем и какие-то хронические заболевания которые требуют приема определенных так скажем лекарственных средств согласитесь ребят и никто из нас не будет сейчас рассказывать да потому что это какие-то все-таки интимные моменты но если бы каждый из нас наверное рассказал то что нам приходится покупать ради своего здоровья да какие-то лекарственные препараты какие-то мази какие-то еще моменты то я думаю у нас бы знаете ну как бы в таком случае может каждый сесть с протянутой рукой и просить и потом что значит что значит вот мне просто интересно он она иждивенка да и ждет пока он принесет деньги а он работает на канале это она работает на канале изначально и он мог я это все показать и пойти работать почему он сидит и прикрывается каналом канал два канала три канала в состоянии вести абсолютно один человек почему он стал прикрываться этим каналом да все очень просто зачем идти куда-то работать он горит канал приносит столько сколько не принесет ни одна работа не правда если бы он пошел работать на стройку работают на стройке людей и зарабатывают достаточно Достаточно приличные деньги, но там надо работать, понимаете, не так, что ты проснулся в районе обеда, почесал там затылок, как он, да, все чешется, чешется, уселся, пожрал, что-то там поболтал, нахамил, зашел с левых аккаунтов на обзорные каналы, там нахамил и со спокойной душой пошел себе спать. Что такое снять один ролик в день? Алексей, не надо рассказывать блогеру, который в день снимает по пять, по семь роликов каждый день, да, вот Алексей Абдоков, у меня лично три канала, я справляюсь с этим сама, мой муж работает на своей работе, то есть у нас вообще это абсолютно разные вещи. Канал это исключительно моя задумка, я не могу себе представить, чтобы мы всем семейством сели на эти каналы, да, и сидели и говорили, да, да, вот мы всей семьей снимаем, зачем, когда я вполне могу снимать все это дело сама. Вот, и я не понимаю, какая сложность снять один ролик или два ролика за два дня, вот скажите мне, пожалуйста, абсолютно никакой сложности. Поэтому, вы знаете, я смотрю, как некоторые все-таки любят, да, вот эту вот сладкую парочку, любят и Олю, и Сафара вместе, ну, а кто-то перетягивает одеяло на себя, не нравится им, как это так, знаете, вот не принято, да, мужчина должен оставаться мужчиной, и вот они прибегают, значит, готовы засрать Уралочку, но при всем при этом, делая вид, что Сафарик настоящий мужчина. Так вот, таким защитником Сафарика, который, опять же, дальше носа ничего не видит, да, и считает, что раз мужчина в штанах, значит, это мужчина, я хочу сказать, Алексей Абдоков, который впервые на моем канале, мужчину определяет поступки, а не вот это вот вечное бла-бла-бла непонятное. Сидит, спрятался за юбкой, все понятно, кто иждивенец в данной ситуации, явно не Уралочка. Уралочка сидит хозяйкой у себя дома, и даже вот эти вот мелочи, да, казалось бы, ну, мелочи из мелочей, все, как говорится, состоит. Обратите внимание, когда она готовит, что бы то ни было делай, да, если он там что-то, ей где-то слово поперек скажет, скажет, а вот у нас это, допустим, манты готовятся не так, у нас готовят вот так. Она скажет, ну, вы готовьте, а я буду готовить вот так. Уралочка показывает всем своим видом, что она там хозяйка, и оно действительно так оно и есть. Ну, что ж, ребят, а мы посмотрим, что будет дальше, мне очень интересно будет, когда он все-таки вернется в Россию, и, как говорится, какой же будет дальше контент. В общем, посмотрим. Вот такой у меня получился обзор, ребят, пишите, что думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Ну, что ж, всех целую, обнимаю, всем желаю всего самого наилучшего, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Все, ребятки, всем пока, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать хорошие, адекватные комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok